Трапезников, герметических текстов, и один убил, вторая схема, есть труп, восемь подозреваемых, а убил девятых, это садовник, дворецкий, там, и что-то еще. Третья схема, подозреваемые все, и убили все, это что? Восточно-экспресс, о-о, Восточно-экспресс, вот, есть еще одна схема, не убил никто, сам умер? Ну, никто, труп живой, это живой пучевый, где снега летят, восемь женщин, где снега летят, другая схема, немножко другая схема, все убили, вот, совершенно верно, то есть никто не убил, на самом деле, следующая схема, следующая схема, пятая, пятая, да, а на самом деле убитого-то и нет, Ну, здесь негритет немножко неудачно, потому что она совмещает много схем сразу, ну, схем сразу, то есть, но ее можно назвать так, то есть, как бы, произошло самоубийство, действительно негритет его не было, но, например, убийство леди... Леди Эбик Рейндж, Канандоль, да, то есть, это самоубийство, которое сама жертва маскирует под убийство, такая схема тоже есть. А чем она отличается от четыре, не убивал никто? Она бы убивал никто, нет трупов. А, нет трупов. Нет трупов. Это пятая, убитого нет вообще. Да. Хорошо. Самоубийство, замаскированное под убийство. Вот, есть еще одна схема, это убил... То есть, убил сам сыщик. Да, это теперь классический. А это же вариация второго, убил N плюс первый. Нет, нет, он не участник. Совсем. Это словом четвертой стены. Сыщик всегда появляется... Котома. Хорошо. Сыщик всегда появляется потом. То есть, убил сам сыщик, это, например... Видот. Убийство Роджера и Гроида, там много нас... Конечно, конечно, конечно. То есть, есть еще одна схема, это убил авто. И вот, на самом деле, убийство Роджера и Гроида, это убил авто. И в какой-то степени, это Агата Кристия убийство в глуховидном порядке. То есть, там убил авто. А для тех, кто не в курсе, можно... Что? Раскач. 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 Раскач, да. Всю дорогу там идёт, обратите, обратите на радио. Раскач, да. О преступлении, а потом выясняется, что убил он сам. А-а-а-а. Ну и гости. Есть еще одна схема, на самом деле, практически нереализуемая, но есть, не знаю, что такое возможно. Вот. Это убил читателя. Это убил читателя. Я могу привести два таких очень натянутых момента. Первое, это, конечно, пьеса «Визит инспектора». Есть такая. Там инспектор Гуль, так сказать, обезурнувший, да, выходит и говорит, это вы все убили, и вы все виноваты. И второй вариант. Есть такая пьеса, которая ставилась, в частности, на «Таганке». Это пьеса «Вольцер». Там немножко другая картинка. Есть некий, унижаемый всеми, там, цирюльник, которого все ненавидят, унижают, избивают и так далее. И он убивает свою жену. Он убивает ее на глаза у зрителей. Ну, как бы, никто не видит. Видит только зритель. И он берет ее к плечу и начинает ее носить. То есть куда-то прятать эту тему. И везет он ее среди зрителей. То есть не все зрители это видят. А никто не видел. То есть и смысл в том, что, конечно, не все убийцы, безусловно, но все свидетели. Но, когда начинается расследование, никто и зрителей, конечно, ничего говорить не может. Хотя все все видели, и все все знают, что там произошло. То есть вот такая, я уже не знаю, там, возможно только в сценическом, наверное. Ну, тут получается зритель, конечно. Театральный. Это абсолютно театральная вещь. То есть зритель, зритель, конечно, не убийца, но зритель свидетель. Но к своим порчелинам соучастия он, как бы, все становятся соучастниками. Потому что все это видели, что произошло. И, ну, это была поздная часть, такая легкая. Вот. На самом деле смысл урочек. То есть я... Мне много раз хотелось на играх поиграть в сыщика. То есть найти преступника, так сказать. Даже не осуществить правосудие. Потому что, вот как сказал прекрасный, да, литературовед Дмитрий Быков, да, в хороших детективах, хороших детективах, сыщик никогда не ищет преступника. Он ищет Бога. Бога, как причину вещей. Он ищет причину того, что произошло. То есть найти преступника, это естественное дело, так сказать, это все очень просто. Вот. А вот найти Бога, то есть почему произошло, так сказать, то, что произошло. И это, кстати, всегда у Конандоли есть. Шерба. Он всегда ищет причины. Когда не хватает, так сказать, да. У Чейза. Чейз, он моралист, так сказать, абсолютный. То есть у него всегда цель это найти Бога. Найти причину всех вещей. Это у Честертона, безусловно. Ну, человек, который был четвергом, это вообще просто вот эта идея кристаллизованная, так сказать, до... Все читали? Нет? Там, там, неважно. Ну, есть некий заговор, так сказать, да. Там люди, вовлеченные в это. Есть человек, который их собрал. Да? Глава этого заговора. Который управляет ими, там, этими записочки шлет, так сказать, и так далее, да. Вот. А это Бог. Это Бог Воскресенье. Вот этот Господин Воскресенье. Огромный толстяк, так сказать, там, вот такой потешный. И это Бог. И он первопричина всего этого. То есть у Трумана Капате, то есть обыкновенное убийство, великолепный детективный роман, так сказать, там он весь посвящен тому, почему это произошло. Убийцы вообще известны с самого начала, они уже сидят. То есть и он, вот, пытается понять, почему все это произошло. Так вот. И всегда хочется проиграть в расследование. В расследование, то есть... Потому что вот большинство игровых моделей, которых я вижу на играх по расследованию преступлений, они вообще, говоря, таковы, что в сущности сыщик там обречен либо на то, когда модель приведет его к преступнику, ну, тем или иным способом, так сказать, количественным, как правило. Как правило, количественным. Он оставил раз улику, два улику, ага, ну, там понятно. И постепенно, вот, выводится на преступника однозначно. То есть преступник оставил пять улик, это мы пока не знаем. Оставил шесть, ага, все понятно. Все понятно. То есть это вот он. Либо, как, ну, тоже вариант, в общем-то, той же модели, вот, которая была на 905 году, она, в принципе, была неплохая. Неплохая. Но она тоже указывала совершенно на преступника однозначно. Однозначно. Не с первого раза, может быть, но однозначно. То есть ошибки быть не могло бы. Что было за модель в двух словах? В двух словах. В двух словах. То есть был некий игровой паспорт. В неком игровом паспорте. Были отрывные, я не знаю, как назвать, талончикы, да. Мукрый метод вот этот вот. И совершив убийство. То есть там преступление придавалось некий метафизический смысл. В 1905 году. Но сам процесс рассверли, который меня сейчас интересует больше, чем в физический смысл преступления, да. То есть он был совершенно примитивный. Человек оставлял бы сюда крыльный талон. Нет. Нет. Не с именно. Не с именно. С признаком. С неким признаком. Но дело в том... Нет, нет, нет. Дело в том, что это признак. После одного-двух раз он просто выводил совершенно конкретный человек. С признаком тоже было. У Иллы Реброва где-то надо было, у тебя были отрывные талончики. Мужчина, рост там... Это хорошая схема, которая мне нравится. На стимпанке так было. На стимпанке нет. Мне не нравится схема стимпанка. Я считаю, что она тоже выводит на преступника. Это совершенно однозначно. А, ну вот, на преступника, конечно. Вот. А не может вывести на кого-то другого? По впечатлениям того, как работали детективы, она в большинстве случаев вводила на кого-то другого. Но это было из-за глюка реализации. Это правда. Но детективы были пассивны. Вот что важно. Они видели совершенно конкретные улики. А эта карточка, то есть, бумажка. И они ждали, а к чему дальше выйдет модель. По сути. Знаете, я честно не претендую на какое-то новаторство, еще на что-то. Просто мне хочется расследовать. Расследовать. Я предлагаю сейчас немножко, немножко, вот-вот поиграть. Да? Вросли. То есть, я предлагаю, вот, кому-нибудь, ну, фигельский, понятно. Трус. Кто хочет быть детективом в нашем пьявом случае? Детектив. А? Давай, 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 давай. Вот. Значит, я буду сочетать в себе, как бы, немножко судью, да? И, не знаю, там, судлин, эксперты, еще вообще что-нибудь. Детектив у нас совершенно каменный, то есть, убийца всегда здесь. Убийца. Хорошая новость. Не надо, не надо, не надо, не надо сейчас носить толкан рент, там, врываться в помещение. Вот, казалось бы, вопрос не шел, но. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас сначала поиграем, а потом я немножко объясню, что я хочу этим сказать. Давай. Вот. Тип, да, уважаемый. Камера. Труп. Я сейчас все пишу. Труп, мы делаем будем. Мы салат не вам, то есть это мы тоже. Но он есть. Обнаружен? Обнаружено. Тело. Мужчины. Мужчины. Я готов. Хорошо. Убат, ну, бат. Вот. Так. И сзади, и сзади. Такие волки. Такие волки. Такие волки. Такие волки. Такие волки. Такие волки. Возвращаемся. Ну, что на одни, блин, тяжелом бывает. Я буду задавать вопрос. Сейчас я расскажу. Давай. Вы ничего не догадали. Масок сюда ограничен. Приводит вот так вот. Значит. Каким тяжелым. Ну, в общем, не снижается. Ну, в принципе, можно было. Не сильно напрягать. Хлопать. Вот. Значит. Следов, в общем, не обнаружено. Ну, есть мнение, что... Ну, там. Детали с половиной. Да. Помните, у вас есть женщина. Если не обнаружено будет. Улицы. Я могу добавить. Можно всего один мальчик? Нет, конечно, нет. Школа. Вот. Улицы. Здравствуйте. Улицы. 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 Что там? Поглядите. Улицы. Этим шнурком был совершен удар. Улицы. 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 Понятно. Но страшный маньяк совершил просто. Вы это понятно, что они тренилились. Просто обычный closing. Конечно, конечно. ОбычныйЛюк. Обычный TS lineard. Тупой importer. Тупой привет, это я. Это тупой привет. Итак, кто-нибудь из вас знаком вот этот шнурок? Я видел вот эти секунды назад Нам не выгодят Поэтому у нас дурацкие проявления Нет, я объясню Я просто потерял Это моя куртка Нам нет Приложи к тебе бродерку А шнуркальный? Так, рыжая бродерка Это не ее куртка Она не мастерская группа Ровника Она вас обманывает Я просто да Вы видели этот чнурок Я видел похожий чнурок На организаторах Собрали Кто еще видел похожий чнурок на организаторах Так, отлично А можете вы указать конкретного Организатора На которых вы видели похожий чнурок Не, у нас все одинаковые У меня просто потерял Вот эти двое Вот с этого Это лысые и рыжие Меня мной принесли точно Да Ну, пять сентября Ну, какой организатор Ну, ладно, ладно Поверим вам А скажите, а все организаторы Все Ну, двое везет Значит, а что вы скажете Как срочно У меня нужно У меня нужно сходить Убитых шнурков А скажите кто-нибудь Кроме организаторов Нет Нет? Нет, нет. Хорошо. А убитый не был? Убитый не был. Убитый не был. Вы что вмешиваетесь в ход следствия? Я хочу помочь. Я сказал. Кому-нибудь знакомы вот эти подозрительные рыжие волоски? Так. И что вы можете сказать? Я все похуже. Ясно. А напротив. Вот туда. Вот это... А еще. У кого-нибудь вы видели похожие рыжие волоски? У ёлка. Но мы не знаем этого человека. Его нет. А можно проинтересоваться, откуда эти волоски были взяты? Что? Можно проинтересоваться, откуда эти волоски были взяты? Эти волги. На месте выступления. На мига. То есть если... Могут быть со спины. Могут быть со спины. Я даже могу сказать, с каким еще одному если ясно не могу. Но там мига другому выглядит. С спины. Немного. С спины. А больше, чем одному? А больше, чем одному лифт на месте выступления? Ни на месте. А где нахуй? А в причем того, что была женщина, это мы из чего отвечаем? И теперь сидим. Нет. 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 Я сказал. Да. Подсвечен. Такой тяжелый. Ты орудий. Просто было сказано, что есть. Какие-то свидетели. Даже женщины. Даже женщины. А, противогазики не подсвечены. Ну, странно, что самого подсвечен, поэтому не видно. Не видно. Ну, вы, так сказать. Да. Улифт уничтожен? Улифт уничтожен. Ну, что? Мы зависим, мы чреваем. Улифт уничтожен. Мы скажем, так это или нет. И мы, семья, можем все это понять. Ну, значит, давайте еще. Вам кажется, вот... Это у меня на шейфов похожа. Да. Бывает, а то я нахожу вот на расческе, да? Вот трав, да? Вот так скрутанные волосы сразу нахожу. Во всем везде грибоваю. Понятно, понятно. Очень похоже на вашу. Очень. Но вот там вот есть елка, но вот примерно... Да. А вы вот с кубитами. Ну, знакомые, понятно, мне было бы не было. Ну, я совсем не понимаю, что это или иное место. Да, а... Да, я понимаю. А вот... Вы где были в момент совершения... Одну клика побольше? Я не знаю, когда вы сошли. Ладно. Хотел поймать. Да. А у вас только какие-нибудь... У нас, да? А это надо проверить, да? Кто же это будет? Ну, у меня, к сожалению, двигатель стесняк в столовой. Я не понимаю. Это Нуси. Нуси? Это сильно сложно. Да. Я понимаю. Поэтому я не знаю. Сейчас... Знаешь... Сейчас... Кого ты хочешь обвинить? Ну, да. Я бы, естественно, обвинил, значит, Тонку. Вот. Но, естественно, я понимаю, что две... Да. Можешь шикнуть стать. Да. 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 Ты... Да. И сейчас у нас будет еще... Еще один. Конечно. Еще один. Еще один. Еще кто хочет быть противом? Я. Давай. Прошу. Хорошо. Значит... Я не могу, я не я. Убитая женщина. Да? Убитая сильным ударом. Несколько сильными ударами. Рядом с телом обнаружены следы 43-го, 44-го. Затоптали мы не можем. Сравнить. Но! Большие были следы. Полицейский обнаружил это вот. И обнаружены улики. Обнаружены улики. Раз. И два. Как вы активируете эти улики? Неопределенные. 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 Очень неопределенные. Ножницы и какая-то хлопка. Да. А что с ножницами такое? С ножницами? Да. Да. Это в руке убитой. В руке убитой были зажаты ножницы. Да. Ножницы. Видимо, мы можем положить ножницы. То есть она что делала? Огронялась. Да. Изо всех сил. Но убийца продолжала паскать. Бейте тупые предметы. Предметы с собой. Я понимаю, что... Тупый предмет. А потом... Да. А где-то... Что там это будет? Где-то тут сзади. А не? Наверное. Если это не тяжелый предмет и большие... У него есть порезовы. Да, у него есть моника. У него есть моника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что там? А то что у нас бывает 300. Ну что там, бьет? Да, 387. А что ребят? Я прошу вас не вмешиваться. У кого есть призрак в правосуде? Что? Презрак. Голые руки? Нет. Сразу я говорю, вот это отношения не имеют. Это в работе. Я прошу. Я прошу. То есть это явно видно, что это ставь, я поверю за 50 дней. А как правило? Вроде отопло. Орудие и преступление еще. Это ставь, поверю, я поверю за 50 дней. Бежите. Я на крови, а ты красный. Я не красный. Значит, я-то делаю белосмерти. А так ему что, если вообще не отчувствовать? Не пробка. У кого-то есть. Я считаю, да. Скажите, когда вы в последний раз обращались к врачу? Кто? Я? Да, например. Почему я? Потому что вы так слышите, как-то непонятно. Прикрым я. Нет, я обращался к врачу на прошлой неделе. С тобой кто? Нет, не тот врач. Тихо. Ну, я бы любопыт, если ты сказал. Могли слухи, может быть. Но это вывод. Недавно. Тихо. 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 Разбивайтесь. Тихо. 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 С�аго. Есть. нет, я не натиральный зачем? никаких свежих зачем? это случайно у меня есть идея давайте мы запорозим, что мы взяли у всех анализ крови и скажем, что убийца сознаться чтобы его побьем Нет, ребята, я так тоже могу сделать. Опрашивают, смотрите, проводите рассвет, опрашивают, свидетельствуют каждому. Пройдите, спросите. Детектив должен быть наблюдатель. Там кто? Пробка от пива? Да, пробка от пива. Работа должна быть. Работа должна быть. Я с ним не воспризман. А это что? Нет. Даже я не слышу. Так что это такое? Нет, нет, тут же запрашивают. А можно очень любит именно… Торма? Торма? Нет, я там не слушаю классы. Торма? Смешаю классы. Смешаю классы. Я считаю, что... Да, я буду пора забывать... А, для кого? Для тебя? Я. Я, судья? Я убил? Да. Том, там, решаешь. Нет. Давайте теперь разберем на них, мне кажется. Я слышно, что они не могут заберем, но здесь не можем всех. Кого вы обвиняете? Кого вы обвиняете? Волнив. Слэп-то зеленый на ген. Да, конечно, это был я. Естественно, да. Да, 387-ое пиво я знал, что, конечно, не остадут сразу. Свежий порез, кровь на ножницы, конечно. Смотрите, это все довольно прикольно. Понимаете, в чем дело? Суть этой модели, вообще говоря, я пока не очень понимаю, как ее реализовать. Надеюсь, мы сейчас немножко об этом тоже подумаем. А вообще все читали, что я писал там. Дальше не то, что я понимаю. Суть такого. То есть там подробно написан процесс расследования. Пример. И он выглядит примерно так. Найденное тело. То есть вот у этого тела лежит спичный коробок. Например, на котором написано, там, я не знаю, девчонки апельсинки. Что-нибудь такое. Удар нанесен тяжелым твердым предметом. Так сказать, да. Значит, ценности забраны. Ну, ничего нет. Так сказать. И отпечатки тяжелых макроусских платинов. Ну, например. Что делать в принципе, да. Он берет эту рабочую твердую. Ага. А я видел такой плакатик. В матросском кабаке. Как вы его называете? Девчонки апельсинки. Он приходит туда. Начали расспрашивать. А у вас просто такой-то вечер. Не отдыхал тут такой парень с дубинкой. И они говорят, отдыхал. Отдыхал. А кто такой? Он говорит, мы не знаем. А он идиот капитана кораблей командира. Говорит, ребята, у вас на берег сходил кто-нибудь? Он говорит, сходил Джон Свиновый Рыб. С дубинкой, да, ходит все время там, так сказать, и так далее. Корпатилизуете, крайне отрицательно. Сходим к пьянству. Очень могу еще. И после чего он его берет за всякие места. Ну, если ему повезло. И там его тащит на связь. То есть в чем смысл вообще этой идеи? То есть до игры, в процессе игры. Это сложная модель. Очень важно подумать, как это вообще можно реализовать. Применяются ровно эти же методы. То есть есть, вот как я это пишу, три группы улик, которые могут быть оставлены на месте преступления. Первый из них, например, указывает на некий класс людей, которые могут, так сказать, пользоваться или иметь отношение к предмету, которые там оставлены. Второй тип улик, да? Еще более суживают этот класс. И третий. Ну, не то чтобы практически приводит к убийце, но, скажем так, суживают его еще более. Тут дело вот в чем. Дело вот в чем. В том, что каждая улика сама по себе к убийце привести не может в принципе. То есть только совокупность рублей может нам на что-то указать. При этом опытный там рисунок. Не важно, вор, или там убийца там какой-то. То есть он может оставить на нее эту данную, а не опытный, например, три. Можно с тобой как-то общаться? Да, конечно, конечно, конечно. Смотреть просто кажется, здесь есть микро-предворечие, которые ты говорил с самого начала. Многие модели приводят к однозначной идентификации убийцы. То, что ты предлагаешь, имеет некоторый обратный эффект. Нет возможности, собственно, достоверно убийцу. Нет возможно, совершенно правильно. Подожди. Вопрос. На тех примерах, которые мы сыграли, в общем-то, расследование заканчивалось тем, что человек по какой-то непонятной причине признавал свою вину. Хотя на игре сложность в том, что можно любые улики и любые обстоятельства, интерпретировать таким образом. Безусловно. Так. Здесь у нас это все. Мы сейчас не будем же играть в суде, в адвокатах и так далее. Так. То есть здесь просто бывает такой момент. Я понимаю, просто обоснованные сомнения в рамках героя, они значительно более вероятны, чем в условиях реалии. А дальше вы будете собирать улики. Я понял. Вы собираете улики. Вы делаете свои выводы из-за этого. Арестовываете подозреваемого. Видите его судье. А сутья принимает решение. И он может быть не по-моему, он может быть и виной. Просто настоящую доказательность на игре почти невозможно обеспечить, если нет конкурса. Даже когда есть свидетели, то свидетели легко бьются в контр-свидетелями, которые лукать крайне просто. Естественно. Для меня очень важно вот что. То есть то, что есть. Некий материальный предмет. Который указывает на некий общий класс таких же предметов. То есть, ну как уж Арлопат Олдский, извините, да? И вот он курил вот эту афганскую сигарету. А разве не эти сигареты? Мы все курили в Урбанистане. Это указывает на то, что этот человек не указывает на убийство. Да? Но сужает. Не просто сужает. То есть если там где-то в поле зрения оказывается человек, который служил в Урбанистане, то этот счет возьми уже материал. А дальше судья может уже принять этот материал и суд взять. А может не принять. Кощей. 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 Я как бы что хотел спросить. А в чем, собственно говоря, сложность, если поделить людей, предположим, на подмножество? Здесь есть, как минимум, какие-нибудь равные подмножества. Мы все там являемся ролевиками. Часть из нас из Казани. Часть из нас из Москвы. И так далее. Но эти подмножества желательно, чтобы пересекались и чтобы, например, было оставлено две улики. И в пересечении этих двух подмножеств, которые нам указывают эти улики, там, например, три человека. И остальное, получается, так как они не оставили больше улик, там пересечения только два подмножества. То есть, если бы оставили больше, пересекалось бы три, и там, соответственно, круг присягнут. Очень приятно. Очень приятно. А остальное устанавливается по свидетельским показаниям. Ну, если это получилось. Возьмите. Да. Потому что сама напишите память. Ну, дословно. Я вот тоже опишу или не опишу. Да. Но напрашивается. Логика, да, тоже, действительно, очень простая. Отрывные... Пойдем пока механистические, да? У нас есть там отрывная штука. У тебя есть... Не работает. Подожди. Подожди, подожди. Не совсем. Потом облечем. То есть, у каждого человека есть три, например, идентификационные номера. Да? Которые могут идти от одного до трех. А, Б и С, например. Ну, в общем, каждый человек характеризуется набором из трех букв А, Б и С. Например, ААА. Ну, зависит от игроков. Да? Когда игрок оставляет какую-то... Значит, когда игрок делает какое-то убийство или какое-то другое, противоправное это, он оставляет что-то, что связано с А. Ну, например, А означает подмножество связанных тем с Афганистаном, например, с чем-то еще. Да? Ну, вот. И, соответственно, есть некоторая специфическая картотека, которую детектив может посмотреть. Которая вот скажет, что ААА, значит, он родился, например, в Афганистане, провел там, ну, то есть первые... Да. Вот эти три или четыре цифры показывают на то, где он, например, жил или с чем он связан больше всего, да? То есть у тебя есть какой-то набор, и штука в том, что когда ты находишь эти, чем больше у тебя улик, да, ты нашел их три штуки одинакового типа, да? У тебя есть набор ААА и Б, например. Ты можешь оставить те, если это будет ААА или АББ, ну, то есть там несколько вариантов получается, да? Ну... С чем это связано? И так у тебя сужается круг до трех. Вообще. В чем? Вообще, в принципе, круг подозреваемых он всегда сужает. Ну, вот, соответственно... Ну, например, простите, хорошо, я тебе предложу другое вариант. Я предложу другое вариант. Убийство совершено, так сказать, узким, тонким предметом, значит, тяжелым, да? Справа поговорим. А что может быть? Узкий, тонкий, тяжелый. А, что? Узкий, тонкий, тяжелый. Ну, вот, да. Вот так, к чему? Телескопическая дубинка. Нет, она не тяжелая. Ну, у нас, хорошо, у нас викторианский ангел. Тяжелый. Может. Папа, трость, да? Трость, трость, трость. Кочерга. 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 А, точнее, что ли, что ли? Ну, и в чем? Там был целый стул. А давайте дальше. Да, раз попал, и смотри. Вот, например. Петесь. Петесь. Ребят, поймите. Тут дело в том, что Артон сказал, что Лик будет сирана. Сирана стоит, чтобы он все сопоставил. Вот, если честно, сколько я видел на играх, всякие модели детектива, да? Ну, они все страдали от следующего. У них улика, это такой, как бы, отход жизнедеятельности. Я вот сажу и садюсь с собой, там, с людьми... Ух, да. В чем проблема? Почему интересно читать детектив? Потому что она естественная. Понятно. Я курю афганскую сигару, потому что я курю афганские сигары. Потому что я не думаю о том, что... Да, да, да. Теперь вопрос. Что на ролевой игре? Возможно, ну, как бы, какие элементы быта есть на ролевой игре, которые могут быть? Никакие. Да. Никакие. А какие? Тих, 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 тих. Если мы хотим играть в объектив, какие элементы быта, которые оставляются, мы можем ввести. Но не как улика, там, чип улики или там, жетон улики. Понимаете? Да. В смысле должен быть на двух каких-то предметов. Понимаете? Потом мастерская команда встает убийцами. Увы, да. Да. На данный момент, увы, да. Увы, да. Увы, да. Высший килотаж это тем, да? Что она их не раздает. Мне кажется, может быть какая-то модель привычек. И тогда модель привычек какая-то может быть. И по этим привычкам все раскидывают. Ребята, поймите, что я это все сейчас замутил. Замутил. По одной причине. По двумку. По двумку. Значит. Первая из них, она такая. То есть. Хочется, чтобы люди возились, да? С еще. С двумя вещами. С материальным. С материальным. Не с карточками там, да? Пробочкой можно там пощупать там. Чего-то там. Волосик. Это, смотри. И второе. С людьми. Понимаете? С людьми. Вы где это? Где видим? Что вот? Что это такое? А? Кто где пьют такое? А где такое там? Картинка, может быть, есть такая где-то, да? Там. А кто в таких мотивах ходит? А кто с тростью ходит? Там. И чтобы детектив изначально, да? Он приехал на пледу, он ходит и ходит. Так. Ага. Ага. Ну это же красный там. Значит, жизнь там возьмет. Вот. Вот что хочу. Скотчевый язык. Конечно. Конечно. Это же край, конечно. Если честно. Вот. Мне, вот, вот мне эта мысль пришла. Я, слава богу, нахожусь там с умными людьми на мастерском конвенте, и хочется вот эту тему просто вот поиграть. То есть поиграть. Что можно там придумать? Я не знаю, что у каждого игрока, в том числе, когда вы бежали на такой уровень у него, должен иметь изначально некий свой личный бок аксессуаров, причем у каждого. И тогда он не сможет потерять естественным образом какие-то свои аксессуары. Тут есть страшное дело. Без страшного дела. Без страшного дела сутки, а если у нас нет... Э! Почему? Качей, вот, да, если он что-то... Да. Есть две мысли. Мысль первая, что это действительно хорошо. У любой модели, которая требует осознать спектр, она знает проблем. Я в конце что-нибудь попить. Никто не оставляет... Все это забывают. Если ты не забываешь, как ты знал, то это не бывает проблем. Проблем в модели. Вот. Короче, что с этим делать? Ну, как бы, вот в этой схеме тоже непонятно. Единственная моя мысль... Да. Ещё раз. Ещё раз. Мысль первая, потом вторая, потом симптом. Значит, первая мысль такая. Люди забывают о себе победить. Неважно, какие они, но просто люди тупо забывают это делать. Это как возможно. Это как возможно. Я совершил преступление, забыл кинуть этот талончик. Очень просто. Преступление произошло. Легко. Да. Сначала ты убил, потом ты должен оставить какие-то талончики. Ты забыл про талончики, оставил не те, не там и так далее. Абсолютно регулярная ситуация. А потом вы нашел, и внесло ветром. Да. Ну, короче говоря, мысли всрали, что... Крутость того, что ты сейчас нам демонстрировал... Гощейки. Крутость того, что ты сейчас нам демонстрировал, и отличие от стимпанка, который я уронил. Ну, то есть от стимпанка и всех похожих моделей, которые там в разных листах были, это то, что здесь были ситуационные штуки, подобранные под персонали. То есть мы реально могли вычислить человека не потому, что он там мужчина в больших ботинках. Да. А по как бы... На том, как это даже лучше было видно, да, что типа там доступ к шнуркам, типа ружеволосы, и мы такие посмотрели, короче там, вот. Это было прям хорошо. Я сделал специально. Да, штука в том, что такую вещь нельзя сделать моделью на... ну как бы автоматом. Конечно. Конечно. Тогда может быть... То есть это очень геморройный способ, но может быть он правильный для как бы реального расследования, выделить мастера, который будет на ходу придумывать эти штуки. Обязательно. И вместо игрока раскидывать лики. Обязательно. Я об этом тоже писал еще тогда. Обязательно. 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 Или там, не знаю, руками дышить. И это как бы только за момент убийства станет. Конечно. Вот. Если мы даем игроку это выбирать, там будет ад и погибель. Ад и погибель. Ад и погибель. Вот. Какой спектр? Можно с казарного зайти? Смотри какая же... Ролевая игра в этом момент останавливается и начинается модель. С казарного. Значит, вопросы на самом деле три, когда мы делаем игры подовых километров. Вариант первый. Самый для всех вкусный. Когда убийство по каким-то внутриигровым причинам совершается прямо на игре. Возникают вопросы, как это вы достигаете. И это одна задача, которую надо решать. Чтобы вообще кому-то понадобилось совершать преступление. Потому что на среднестатистической игровой игре я могу договориться обо всем. И это проблема. Для того, чтобы выбирать последовательность. Собор и маркор. В ответ можно. Хорошо. Можно. Естественно. Это модель, предназначенная для игроков, на которой преступление единичное срочно. То есть это не... Вопрос. Это инсценировка мастера, с которой мы все начинаем. Или мы закладываем, что вдруг она будет... Я хочу, чтобы нет. А я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А к чему ты ведешь? Ну, в смысле... Какую задачу мы решаем. Либо мы решаем задание, как сделать так, чтобы у нас преступления как бы на игре были. Были. Да? Но обратите внимание, они сами собой как бы не возникнут, конечно. Это... А дальше, ну, есть какие-то ряды, которые... Ну, если есть... Это мотив. Мы мотив сейчас вообще раз смотрим. Ну, да. Конечно, что мы решаем задачу, как сделать расследование интересным и связанным с реликплеем, а лучше модель, правильно? Расследование интересное и связанное с реликплеем, это всегда связка с возможной стороной. И, собственно говоря, здесь это было продемонстрировано. Конечно. А дальше вопрос. Какие модели должны работать на этой связке? Возможность реликплеем? Единственный случай, когда у нас лично получилось играть в расследование, это когда преступление сценировали, и это был прям пипец. Когда убийца надел, ну, там, реально, там, стащил плащ, ну, игротехники, естественно, стащил плащ у игрока, что он не знал, накинул там эту рясу, и изображая его в формату, оно специально крутил эту шваку, что он прям хромой. Прошел, вот. Ему пришлось через монастырский двор вот так три раза туда сюда пройти. Слушай, говорят, что у пылья. Ну, короче, что он не хочет засветиться, что, ах, это как бы было. Ну, короче, вот это все, спасибо. Но это реально там пять человек, там, типа, проектировали, там... Дважды возвращался на выступление. Да, да, да. А вот, как бы, объясняется, я почему не говорю про это, да? Если мы инсценируем преступление, то вопрос, как нам хорошо его инсценировать, чтобы было чего-то следовать. А если мы не инсценируем преступление, то у меня будет сопротивляться. Потому что, реально, как бы, я же как убийца не буду задаваться вопросом, как бы вам так интереснее порасследовать. Э! Вот. Прости. Ну да. Ну да. Я буду работать... Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Пойдем за углом, бухнем. И там тихонечко... Я понял. Я понял. Я понял. То есть тут... Суть в том... Суть в том, что убийца обязан оставить, конечно же, увлений. Обязан. Не вопрос, я оставлю. Я не буду, как бы, я буду решать игровую задачу, как вам дать поменьше материала для убийства. Убийства. Да. Я говорю, там где вы не сдавайте. Так. Здесь я, короче, нахожусь в шестерской позиции, конечно, делаю так, что меня можно было вылечить шестерками сразу, долго, без шансов, чтобы вы видели меня и тебя. Да. Ну, все понимаете... Там сподрос улица, возможно, и экземплярж тоже. Смотрите, или подождите. Или мы снова сталкиваемся с двумя подходами, дальше я буду завернуть теперь, но это тем не будет слышать. Мы хотим не плей, а не моделям, но обсуждали только одну сторону, а две стороны друг с другом растут. Короче, это нечевидно. Давайте посетиматься на то, что два человека поступит по-разному. Да. Нет. А что делать? Дайте я немножко вам мешать. То есть, очевидно, что на игре, в которой есть такая модель, существует, конечно, мастер, который регулирует эти вещи. Здесь он не бегает за прессом. Да? То есть, да, не войдет вот так. То есть, все разошлись, а ты оставил здесь вот это. Нет. Давай это делать. Но. Вижу. Тут смысл в том, что, как я это себе представляю, потому что есть преступные опытные, неопытные и совсем неопытные. То есть, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, это надо все думать. Всю эту тему. Вот. Как-то так. Да. То есть, это, конечно, надо регулировать. У меня появилась такая мысль, что, может быть, если предполагается игра с тем, что будут убийцы, на этапе работы с игроками можно обрагнуть стиль весело. То есть, понятно, что для какого-то персонажа, ну, то есть, да, если я играю женского персонажа, там, эстетичного, то я не пойду там прошить. Кто профессионал. Кто профессионал. Кто профессионал. То у меня будет какое-то, ну, определенное. И, вне зависимости от того, планирую я играть, ну, выбивать до игры или не планирую, мастер, допустим, со мной прорабатывает мой стиль. То есть, определенный, ну, какой тип убийства, мне сложно. Может быть, я не знаю, может, я запись это есть. Да. Ну, короче, запись обязательно какая-нибудь фишка. И тогда можно будет догадаться не только по конкретному лицу. Очень важно, очень важно, знаешь что? Чтобы человек соблюдал об этом. Чтобы, во-первых, соблюдал, а во-вторых, чтобы этот конструктив вообще мог хоть как-то теоретически это понять. Это, ну, не единственная, а вторая мысль, которая мне пришла, она, правда, опять связана с тем, что нужно разбрасывать за собой улики. Можно еще делать такую штуку, что я, ну, в каждой локации есть какой-то набор какой-нибудь хирургии. Не знаю, там, визитки. Ну, типичный только для этой локации. Вот это то, что я, именно то, что я говорил. В «Мотровском кулаке» есть картинка. Да, да, да. Я оставляю не просто, как-то, свои улики, но еще последнее. Конечно, не указывалось на сообщество целиком. Не, не то, где я принял книгу, не только сообщество, которому я, а именно посещено. Да, это опять заставим, пожалуйста. Да, я заставлю. Не забывайте. У меня убивать. Санна, правда, там. Я бы хочу подойти к другой стороне, к этой проблеме. Смотреть, что мы говорим о том, что преступник должен оставить на весь преступлении улику. Так как, почему бы нам правило это заложить такое, что преступление может быть совершено. Короче, сейчас объясню. Например, мы убиваем только из бестонных пистолетов, которые остаются в бумажке. Ну, короче, преступление может быть совершено только таким способом, который оставляет след. Сносит третий. Иначе не было. Нет, нет, нет. Не понял. Не сносит третий. Он не улику оставляет. А он может убить только, например, окрашенным линком. Понимаешь? Вот. То есть само орудие преступления, класс орудий преступления, он обозначен в правилах. И ничем не улику убить невозможно. Только, значит, пуля. Только, значит, пуля. Да. Только не убить человека. Да. У меня две мысли. Я подумал, что, может быть, нужно идти таким путем, чтобы моделировать само, как бы, не то, что происходит после убийства, а способ убийства, какое оружие используют. Обязательно. Обязательно. В этих путешествиях в 2009 году. Ну, может, я не знаю. Короче, убийца сначала составляла по плану убийства. Да, да, мы тоже так делали. А вторая мысль, что просто, мне кажется, можно пойти таким путем, что сам мир насыщен средствами для подготовки убийства и очень многими средствами. Это сложно, наверное, сделать. Но это очень интересно, когда играть до критива. Но они известны. Они какие-то известны, какие-то можно узнать в игре. Можно здесь купить пистолет, здесь можно заказать вят, здесь можно... Это все в игре, это все присутствует, я как детектив могу везде пройтись и узнать. Не узнать. Не узнать. Не узнать. Не узнать. Средства? Да. Должны все-таки доставать. Совершенно однозначно. У меня сейчас появилась некая мысль, вот сюда же. Есть такая игрушка, настольная игра, очень старая, американская, называется The Clue. Есть. Я знаю эту игру. Смысл в ней в том, что там, короче, Миссис Грей, Вайт, Грэз и так далее, совершают герметичное убийство. И суть игры заключается в том, что убийство должно быть совершено конкретным персонажем, конкретно и полностью, конкретно и модельным убийством. То есть там есть набор вещей, необходимых для того, чтобы совершить убийство, если перекладывать сюда. Можно сказать, что убийство можно совершить из списка, по чердой, там, не знаю, тем, 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 в таком-то месте или в таком-то месте, или в таком-то месте, перед этим сделать то-то, то-то, то-то или то-то. Короче, это составит списки необходимых, как бы, преликвизитов для убийства. И, короче, можно не полить, можно не оставлять бумажки. Если тебе перед любвиственным, обязательно нужно, там, не знаю, прийти в бар и набраться, ну, выпить, чтобы набраться храбрости. Понятно. Так сказать, сделать те же линии. Естественные. Да, естественные. То-есть, человек совершает некий набор действий, в котором мы его потом можем... Да, а дальше можно пытаться его отслеживать путь по самым делам камешек. Как матросы, которые идут в океане, пьяный, прошел его отслеживать. А вот человек, понимаете? Сейчас, одну секунду, я сейчас скажу. Вот немножко, немножко давайте смотреть на эту проблему с позицией детектива. Или по другому, да? Сыщик. Ну, собственно, мы одного крайка загрузим? Нет, 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 нет. Когда вы, вот сейчас, высказываете это соображение, очень интересно. Давайте немножко переключимся и попробуем высказывать свои соображения по поводу модели с позиции детектива. Они есть. И не модели в целом, а именно человека, которому предстоит это все расследовать. Да. В целом это мысли хорошо разговариваете? Почти, почти. Ну, если у пику встречи есть какие же правила. Как правило, совершенно угад Canal? Значит, кто этот, где-то с парком-то баем? Где-то нашел почерпой? Правильно. Присположите с позиции сыщика, проводите, пожалуйста. Да. Присположите с позиции сыщика. Я сыщик, а я поэтому... Я посмотрел, кто-то где-то где-то нашел кочергу, как минимум, нужно понять, где пропали кочергии, и как-то... И не в каждом доме на игре есть кочергия. Да, я очень много хочу сказать, просто тоже есть очень интересный местолка с моделью, которая очень подходит, мне кажется. Там ты общаешься с духом, который тебе образно говорит о том, что могло произойти в одни случаи мертвый, то есть тот жертва преступления, есть эти исторические сеансы, и он может сам по себе давать какие-то символы, знаки, и как бы тебя на мысль, на какую-то верную направлять. Мистериум она называется. Я понял, что это сильно другая идея. Есть модели расследований, в которых труп может отмечать определенные чувства по долгому. Могичные. Это так и должно быть. В моей мысли это так и должно быть. Мне кажется, интересно, просто там образно будет ответ. Ну, во-первых, я туда тоже хочу докинуть, что еще есть модель расследования, которая говорит, что улику оставляет не убийца, а жертва, и пишет что-нибудь там по определенным штукам. Ну, то есть из серии там. На риме, что на риме. Ну, там, я подробностей не помню, это не моя идея. Видите, не нравится? По определенным штукам. Идея в том, что он пишет прямо то же самое, что и, короче, вот здесь. Ребята, вот сейчас дам сказать. Понимаете, вот тут очень важный момент. Я очень не хочу писать. Я очень хочу, чтобы были штуки. Штуки. Вещественные. Вещественные. Значит, это способ. Способ. Да? Ну, то есть, ну, уж не так. Можем изобразить, там, башку разбудить, да? Вот. То есть, там. Удар нанесен лохактый вот тем. То есть, и даже следы. Следы. Я бы, ну, но, там, хотел оставлять материальные вещи, чтобы можно было бы глядеть. И там, наверное, каждый вот так вот сидел. Смотрите, а чего у тебя там? Вот так, да? То есть, мне хочется, вот, работы с материальными объектами. И с людьми. То есть, а где вы это видели? Например? Вот. 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 Разумеется, и высыпать помелку. Ничего плотно. Для тебя задал важный вопрос, это, ну, там, кто у нас сыщик. То есть, есть, на самом деле, два ответа на этот вопрос. Сыщик это любой? Или сыщик это, там, один-два игрокам на игре, которые имеют некое умение? Да. Я вижу это так. Второй вариант. то, что это некие люди, которые имеют определенные полномочия. Ну, у меня там важно то, что у меня есть момент подмены улик, например, да? И подмен улик, или кражу улик, возможно только после того, как произведен мукеар. То есть, пришел тысячи людей с полицией. Они оградили место преступления. И вот только после этого начинаете расследовать. И вот там, если такой хитрец, например, ты там можешь, да, что-нибудь утернуть или что-нибудь положить. Ну, это просто моим. Тогда, внимание, вопрос. И секундочку. Потому что был хайп, и... Значит, можно? У меня... За счет этой сверхъемы я делал в связи. Ну, вот, например, у нас все это происходит в реалиях, ну, допустим, полигона, где у нас может быть. Тогда несколько преступлений, как оно будет, и, в общем-то, что может быть, на самом деле преступлений, на что-то вообще-то... Дело было понятно, что, в общем-то, если бы кто-то выйдет, потому что, вот, в реалиях, допустим, вот, с кем-то нет камня, и, в общем-то, вы ее... В общем-то, был вопрос, чтобы... А что? Ну, ну, ну... Ну, и, соответственно, возникает такие собачьи принципы. То, что всем пиракам удается какой-то характерный предмет, значит, который долго не оставили, то есть, или децимент поставили, и, в общем-то... Второе, то, что, допустим, уфицирую, который был датчик, который я уже сказал, что оружие может быть в убийстве, но тоже, скорее всего, является и мастерским, в общем-то, и должно быть, в общем-то... Ну, так, надо выбирать, поставить макет. Да. Да. Вот. Я вот пытаюсь вам их представить, как уже само сеть. Вот, значит, прошел быстро, значит, прибегает к самому интеллектив, значит, на место присутствия, и вот что-то... Как это все это дело смоделировано? Значит, что это... В общем, здесь порог интеллекта стекла. Да. А это очень важно. Я хочу, чтобы ты был. Чтобы порог интеллекта стекла. Потому что одно дело... Потому что можно что-то... Вопрос как для человека, в общем-то... Должен возникать вопрос о профессиональном плане. То есть, на сколько мы наблюдать, и на что мы можем понять. А это просто кто-то? Да. На чем похоже есть? Я хочу, чтобы ты был, кстати. Да. Очень важно. Очень важно. Я хочу, чтобы ты был. Чтобы, если человек что-то не увидел, он был в мире. Пожалуйста. Да. Ну, я просто... Если говорить, что у нас есть один-два детектива, то здесь, как бы, я имею в виду следующую проблему. Мы их можем... Эээ... Ну... Whatever. Да. Веркале я понимаю, что остальные так вот все равно будут некими массовцами. Статистически. Вот в этом смысле? Да. Да. Скорее всего. Они не будут играть. Они не будут играть. Они не будут играть. Они не будут играть. Мы все понимаем, что это будет? Мы говорим, да, они во что-то будут играть. Потом сделаем три-четыре бытовых как в линии и скажем, ну давайте, играйте в это пока... Ну, как бы, всем понятно, что мякоть... Я смотрю модель в игре. А? Естественно. Конечно. Куча всякого и еще детективы. И еще детективы. Так, да. И кто играет в контраву? Ааа, детективы. Ну а вот... Если мы хотели... Все? Все. Все. Значит, все будут детективы там. Я не знаю. Я тебя спрашивал, Владимир, что ты хочешь, но я говорю, смотри, я хочу, я хочу, чтобы все-таки это было большой. То есть? Да. Отсюда вытекает второй вопрос, потому что ты же правильно в самом начале очень круто, как сказал, купил с подрогами что-то. Реально, детектив это как бы выяснение, в чем правда в мире. Да. И вопрос расследования, это всегда вопрос трех как бы штуков. Первая, это вот этот ряд возможных орудия мотив. Вторая, это детектив, как вот этот самый, как бы, новопискатель. Да. И третья, это элемент власти. Конечно. Потому что, либо это полицейский детектив, и тогда я представитель машины власти, которая перемалывает там. Либо я детектив там любитель, и у меня власти есть, ну, у меня власти нет. Потому что сходца власти нет. Ну, как в любом случае, две ошибки можно сделать. Вот. А если это большая игра, и там крутится реально грудь грубая игра престолов, то тогда правда не будет значимой. Не будет значимой. Тогда власть будет перевешивать вот красоту и истину расследования. Значит, да. Значит, выбирай сам для себя. Нет, что да. Ну, Ксушка. Какое место, точнее вот, какое место расследование и истинное расследование занимает кроме миссии? Вот же в чем ты делаешь. Я же делаю, ну, понятно, я думаю, да? Я думаю, что, например, эта модель все-таки подразумевает, подразумевает, но я не знаю, некое желание найти истину. И такое желание найти истину у тебя может быть, например, на игре, я прошу прощения, там, ну, по фашистской германии. Как? Да истинно не всегда, наша желание важны. Или в ноябре, ну, как-то без примерных слов, здесь тоже не всегда важны. А важны немножко другие соображения. Ну, а дальше ты можешь делать свой выбор. Что с этой истинной делать? Не понятно, мы же говорим про модель расследования. А для модели расследования, вроде бы, очень важен вот этот элемент власти. Ты же вот когда начал вот это, ты сказал, я саги, а я там вот это, ты его арестовал и его от них вставал. И вот, как бы, у тебя с одной стороны кулики и все прочее, а с другой стороны, ну, как этот момент власти? Ну, это здесь там. Как, по момент власти, модель расследования, ну, какой-то. Это очень важная часть моделей расследования. Да. И как они между собой сочетаются? Да что ж ты, я суть, я мне здесь не помогу. Все равно винили, подставили на колени и забрали. Тогда вопрос к модели. А почему? Нет, подожди, 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 Дима. Не вопрос в модели правосудия. И не вопрос в модели полномочия. Мне кажется, это внешняя прозначение. Это немножко разные вещи. Потому что модели правосудия есть очень прекрасные, изумительные. Прекрасные. В инвестибанке была прекрасная модель. Вот, ты офицей, у тебя, вот, у меня мысли клада какая-то. А? Нет, дайте. Ну, надо думать. Ну, надо думать. А как же? Если ты говоришь, типа, по модели, кого рискован сущих, кто точно обвинен, он понимает, где истина, и все. Нет, у меня тоже есть вопрос. Что вы думаете, задать такое? Нет, это же модель нам нужно сделать. То есть, ты можешь сказать, какой рискован сущих, того точно посадят. Я бы только был вот этот вопрос. Как связана модель расследования, не подойдет. Но это, как ты в сервере расположишь, такой будет решение. Ребята, Дима, Дима, пойми, например, ты можешь, да, схватить, человек, привезти его к судье. А суд его возьмет и оправдает. А потом, может, посадить, а он не виноватый. Почему? Вот и все. То есть, я вообще не хочу на этот вопрос сейчас отвечать. И в этой плоскости стараюсь не думать. Честно говоря. Да, вот. Будешь я? Тогда так. Вопрос интересный. Именно в процессе расследования. Я занимался там, когда обсуждался и все такое. Есть, с моей точки зрения, проблема, на которой вся эта что-то наталкивается. И наталкивается практически с неизбежностью в твоем варианте. Когда ты хочешь расследование, как некий фрагмент на большой игре, где не все играют. В основном, я, к сожалению, с неизбежностью, если ты говоришь не про модельку с бумажечными чипами, когда что-то механистичное, без удовольствия от чего-то не хочешь, потому что ты этого не хочешь. А ты хочешь, ну вот, условно говоря, естественное, хорошее, ну да. Живая, чтобы все. У меня есть, конечно, проблема. Это процесс медленный. Медленный, относительно общего темпа ролевой игры, вот наши стандартные, которые есть. И на самом деле, если будут, естественно, по правилам наша теория будет нормальным доставлять. Получаешь, что уже 5,10, пока ты там поймешь своего этого года, или там даже просто как-нибудь в такой момент реализовывается. Игра давно уже вперед ушла, и вот ей это нужно. И если тебе достаточно единичный звук будет, оп, будет работать. А им еще нет. Это там можно как-то реализовывать на игре в детективы SPS, даже там, не важно где, специально делать там как-то, не знаю как. Там игры с разменениями, с расследованием. Умен собака. Все правда. Все правда. Все правда. Это очень важная проблема, потому что расследование, конечно, быстро будет. Потому что, с одной стороны, либо, либо, либо мы хорошо организуем детектив, и это долгое, интересное и классное расследование, либо, извините, это быстро, но это неинтересно. Это правда. В конвертах. Там примерно 6-го секунду. Это правда. Они пришли, что если это делать, то это сделать игру специально про это, и заменять там как-то действие. А мне хочется, чтобы игра была не про это, а там было про это. Ну, у меня есть, мне кажется, простая идея, потому что пока я говорил по телефону, мы ее обсуждали, она такая. Нам, в общем-то, нужно обеспечить материал расследования реального игрового преступления, которое выросло только к игре. Значит, сейчас мы, как бы, работаем с полумерами, заставляя игроков оставлять, ну, там какие-то следы. И сами понимаем, что иногда они не оставляют эти следы, а иногда и следы недостаточно для того, чтобы какое-то содержательное расследование было. И мы можем, в общем-то, ужесточить в каком-то смысле эту модель таким образом. Есть перечень преступлений, например, убийства, которые всегда приводят, ну, по правилам, к следующему. Игрок приходит к мастеру и полностью, собственно, описывает, ну, значит, как это преступление было совершено, каким оружием, по какому мотиву, значит, в каком плаще он был и так далее, и так далее. Всегда последствием, ну, как бы, определенного класса преступлений является вот такой длинной, как бы, длинная беседа Мастер. А если он побалдец за этим? Что тут? Кто был? Убийца побалдец за этим? Хорошо. А кто? Как сказано? Нет, побалдец за этим все. Нет. Ну, я бы расспрашивал, что он не убитого. Одно. А убивец. Убийца всегда, после совершенного преступления, приходит к мастеру. И рассказывает так. Я рассказываю. А мастер решает, чего он из-за этого вылез. Мастер дальше, соответственно, делает что? Он обрезает нити, значит, с плаща убийц. Он, детектив, дает справку судмин эксперт. Я говорю, значит, реально были совершены там, ну, там, кинжалом такой-то длины, такой-то червелезы. И как докидывать в картину преступления те элементы, которые обычно на игре, ну, реализовать нельзя. Ну, у нас нет ни тертелоскопии, значит, ни анализа, там, ДНК. Ну, я просто о том, что мы можем через то, что заставляем убийцу, значит, описание преступления, дать значительно больших материалов прорастливать, чем... Валя, Валя, начинай. Отвечу. Значит, Валя, значит, блин, для того, короче, у меня вот дело, и вот почему. Дело в том, что мы на несостоявшейся игре по тюне в 2013 году пытались реализовать модель предсказания будущего. Ну, вообще есть люди, обладающие таким навыком, да? Ну, не навыком, не знаю, не даром. Как же это реализовать? Мы решили сделать следующее. Мы решили сделать следующее. Потому что есть информационный центр в массе с игроками. И если кто-то что-то планирует, да, допустим, нападение, убийство, любое, сколько бы то ни было значимых событий, он сообщает об этом в этот информационный центр, да, на обязанном сообщении. И этот информационный центр, соответственно, вырабатывает некое редикторское заключение, которое может быть сообщено тем, кто обладает данным видом будущего. Вот. Это почему? Ну, понятно. А потому что ты боишься в той самой? Нет. Это то же самое. Ну, подожди, нет. Я вот об этом вообще не подумал. Потому что есть то, что реально было совершено преступлением, и человек может описать все его обстоятельства. и говорит, если бы сказать, меня видят, скорее всего, на дно. И там абсолютно занимает. Я понимаю. То есть это суть та же самая. Это некий информационный центр в мастерской группе, который агрегирует события, игровые события, описание игровых событий, в твоем случае уже произошедших, в нашем случае еще пока планируемых. Но, тем не менее, они все имеют значение. И если, например, человек этого не сделает, то и событий не произошло. Я бы... Вы? А как можно? Мы... Для нас, в общем-то, норма, что убийца идет в камень. В камень. Но, если нам важно реализовать конследование, то мы можем ввести норму, чтобы убийца идет в... Надо сказать, как бы... Понятно. Понятно. У нас... У нас в ситуации с Дюном, то есть с тренингами будущего было так. Если человек не доложился, да? Не сообщил о своих планах, да? То, значит, его фокус не удался. А... В 1905-й годы. А это не произошедшая игра была? Не произошедшая. Не произошедшая. Я бы просто каждый день думал, что хочу кого-нибудь убить, и когда люди уже перестанут реагировать на то, что каждый раз приходит одно и то же пророчество, надо было бы удивить. Так точно. Так точно. Ну, это... Но ты должен тогда. Ну, да. Ну, а кто там потеряет бдивность от его проблем? Так, ну, припуск. Понятно. По проблемам с товарищем, приказывают... Мне показалось очень важно то, что было сейчас сказано, про то, что при релик-руливой игре события очень быстро перебают. Да. И, соответственно, в части модели и конструктивы сделать какой-то очень жесткий дневной ответ. То, что, в общем-то, после... Ну, то есть, после какого-то момента быстро считают этими работами какой-то специальный. Вот с какого-то момента уже? Считаем. Тонко. Тонко. То есть, тонко. 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 Еще. И, кстати, он здесь сразу не расслужил в этом случае. Смотри. Есть линии, которые прямо указывают на человека, но это горячая бумажка. Горячая бумажка. Но вот ты... Вот ее... То есть, ее жертва поджигает, и если кто-то в этот момент успел, то прямо вот у него... Да, вот это все, да. Да, отлично. Отлично. Ребята, у нас еще прям... Прям два еще заметающих. Так. С темпом, мне кажется, надо решать вопрос, чтобы это был маньяк. То есть, чтобы это не было ни одно убийство, а все вместе. Я об этом думал, да. Что серьезные убийства, конечно, нет. Интереснее в этом смысле, потому что там развивается некоторая цепочка. То есть, если убийство... Она не успевает устаревать, динамику сравняется. Да. Это правда. Прямо для того, что далеко не всем нужно добиваться многократно, как показал себе папа. Уй, да. Уй, да. Это может быть разное событие. Так. Еще. Очень быстро. Я бы вот... Уй, да. Уй, да. Мы несколько раз делали детективную игру и делали и так, как Теодор сказал, и так, как ты сказал. Да. Мы делали, что убийца сначала план составляет, потом убивает, что убивает. Потом приходит к мастеру и говорит, что он сделал. Мастер делает улики. Но все равно, в любом случае, гораздо интереснее расследовать преступления, которые подготовлены до игры. Которая оформлена. Красивые убийки. Надо найти на это место преступлений. То есть, как бы там ни было, все равно это получается интереснее. Верю. Вот это наш опыт. А хочу, чтобы было красиво. И чтобы не грязно. Да, я тоже хочу. У нас уже время заканчивается. А я сейчас буквально там... Все уже. Две минуты. Значит, смотрите. Смотрите. То есть, вот в том, что я придумал там, да. Это, конечно, понятно, что все украдено до нас. Да, это все до нас. То есть, смысл в том, что я хочу, чтобы, ну, кто здесь был, он тут что-то подумал. Может, что-нибудь у вас придумалось такое. Прикольное. Вот именно на эту тему. Вот как сделать две, понимаете, вот две вещи, надо сказать. Первая. Чтобы люди возились не с бумажками, не с карточками, а с вещами. С вещами. Настоящими вещами. Понимаете? И второе. Второе. Да? Это чтобы была работа с людьми. Следователь всегда. Вот он должен был. Вот ты, вы видели этого человека? Вы видели это? Где вы видели эту штуку? Вот эту? Вот эту. Видишь? Что это такое вообще? Зачем оно здесь? То есть, вот, как бы главное, чтобы вот, на мой взгляд, в модели расследования детектива, да, были рисованы вот эти две вещи. Работа с вещами, настоящими вещами. Работа с настоящими людьми. И третье. Ну, это сверхзадача прямо уже такая лютая, да? Чтобы это все работало в рамках большой рынка. Вот большой рынок. Чего-то задача, мне кажется, как бы, все предыдущее очень сильно обесценивает. Детектив всегда герметичный жанр. Это мир. Ну, как бы, в детективе мир расследования равно миру. А когда это всего лишь один из пунктов задач, там, пятидесяти, это в лучшем случае способ решения каких-то задач большого мира, где надо список. Понимаешь? А, ну... Можешь привести любой пример любого художественного произведения? Например, хотя бы. Где вот такой подход? Где он вписан? Где он вписан? Где он вписан? Да. Это криминальный роман. Это какой-то детектив, так называемый. Знаешь, Махерен? Да? То есть это нуар. А всегда это вписано в мир. Все равно это как бы раз... Я понял. Хорошо. Отлично. Я сейчас... Я знаю, что... Я похож на анчеты. Да? То есть... Я считаю, что это роман о Диккенсе. Это роман о Диккенсе. И в определенном смысле это роман о Достоевстве. Который всегда, конечно, дорожил на Диккенсе. Вот. То есть это... Нижтяное наказание. Это братья и роман о Диккенсе. Это братья и роман о Диккенсе. Обязательно, да? И это Диккенсовские, конечно же, пустой дом. Это тайная обнодруда. Это исти... Конечно же. Замах отличный. Это дом и сын. Это все эти тайны лавки древностей. То есть это именно то. Именно то. Вот. И в нашей реалии это Достоевство. Которое обязательно присутствует очень, ну, так сказать, в самых известных целях, крепкие активные службы. Вот. Вот это. Прямо могу назвать. В меньшей серии это у уилки кормится. В меньшей серии чем же можно. Вот, мне кажется, вот такое решение может быть. Вот так. Спасибо. Спасибо. Все. А сейчас Дима... Причем у меня интересный вопрос. Зачем там в ягде делать? Наверное, куда придут еще какие-то люди. А Ксения сидят у Минькина. А у нас сейчас чего? Давайте просто вот сейчас. Так, ну, не так. Сейчас, скажем, да и ягде. А, я тебя... Я просто хотела, чтобы только вход. Да, у нас... Вот так вот. Это вот так вот. Только Минькин, чтобы все такое не обстоит. Я тебе сейчас все объясню, ребята. Прошу. 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 Смотрите, я задаю вопрос. У нас на самом деле не так много людей на этой конвенции. Не так много параллелей. Кто-то из вас сейчас собирался чем-то другим заняться, кроме Диануского ППИ? Нет, ничего. В этом случае, нет. Я просто предлагаю, да. Если никто не против и есть, то есть как-то не это самое, то мы можем остаться здесь. Вот. Мы только сделаем 7-минутный перерыв. Что-то делать. А, нет. Что, Диана? У меня вопрос нет. Я уже в том, что он не звонил. У меня вопрос в вашей книге. Продолжение следует...